Сергей Николаевич, у вас тренинг, пока что там уже должен начаться в бодре. Сергей Николаевич, ну, матч очень живой, бодрый, как будто ребята соскучились по футболу. Как только не соскучишь, если мы тур пропустили. Пропустили тур, в эту паузу не стали заполнять игрой, потому что предыдущую, такую же, перед Муром, мы заполняли, на тот момент не удалось ни с кем договориться, играли двусторонку. В этот раз решили, ну, конец сезона, и, в общем-то, дали отдохнуть, но потом, в общем-то, занимались серьезными нагрузками. И удалось подготовиться к этому матчу, в принципе, довольно результатом, ну, результатом, скажем так, больше, чем игрой, потому что есть моменты, которые обсудим потом на разборе, на теоретическом занятии с командой, которые надо будет устранять перед заключительными двумя турами. – Ваш коллега Игорь Николаевич, перевердавал, говорил о том, что игра была в том числе нервной и красной, и даже не за полы, ну, точнее, одна красная не за полы, а вот как раз… – За эмоции. – За эмоции, да. – Это Тверь и Орехово-Зуево, а остальные имеют шансы. И сейчас вот эти ближайшие туры очень… несколько очень интересных матчей будет. Вот, в том числе и мы свою задачу, как бы, на этот момент мы до конца не решили. Хотя, допустим, понятно, что 27 очков на финише – это нормально. То есть, как бы, накатиться на оставшиеся три тура – нормально. Вот. Но их все равно бы, может быть, и не хватило. Поэтому в этом плане мы довольны, что сейчас вот ту задачу, которую мы ставили на первом этапе, как бы задача минимум – попасть в шестерку, мы ее выполнили. – Сегодня кого-то можете отбить? – Ну, вратаря, естественно, да, вратаря. Он у нас берет третий пенальти, причем берет намертво. Он даже их не отбивает, он их просто ловит. Поэтому, конечно, вратаря, причем в нужный момент выручил в начале игры, ну, тоже немножко ошибка, игрок находится спиной к нашим воротам. Фолл был, мы его затолкали, там сзади атаковали. Хотя, что там он вокруг, обстановку никакую не видит, он даже ворот не видит. Тем не менее, вот эти вот такие пенальти, ну, не знаю, как назвать. Пусть останется. – Ну, давайте заглянем чуть вперед, буквально через три дня уже текстильщик. Хватит сил, два матча подать с лидерами, получается? – Ну, мы в таком же режиме играли и в первом круге. И, кстати, интересные были матчи. С Муром у нас был открытый футбол, довольно результативный. Мы проиграли 4-2, но два гола забили на выезде. Неплохо мы, в принципе, играли и с текстильщиком, ну, в целом нормально. Вот. Надеемся, что и здесь такая же игра получится. У нас темповая. Единственное, придется так и вносить изменения в состав. У нас будет пропускать из-за перебора карточек капитан команды. Получил четвертую карточку Бортасевич. Вот. Возможно, какие-то еще внесем изменения. Посмотрим сейчас, как что медицина там скажет. Вот. Но постараемся костяк, как бы, боевой сохранить. Вот. Ну, и дадим ребятам все-таки сыграть тем, кто у нас, может быть, не доиграл, скажем так. Готовиться будем с текстильщиком. Буквально, ну, вот у нас два дня всего. Очень жесткий график. Эта игра у нас связана с тем, что мы перенесли на один день позже из-за того, что, ну, мы как бы, тур-то вчера состоялся. Вот. Поэтому у нас на один день на восстановление меньше, чем у текстильщика. Ну, будет интересно. Будет интересно. Надеемся, да. Я на один вопрос. У вас, Сергей Николаевич, показалось. Ну, то есть, присутствуешь на всех матчах, не всегда такое слышишь. Очень много сегодня пытались друг друга успокаивать. Футболисты наши. В этом деле отмечается Ричкович, который пытается успокоить тех или иных ребят. Но кажется, что некоторые там друг другу пихают больше, чем нужно. Чем вы это связываете? Я бы не сказал. Мы просто передооговорились, что мы ни на что не отвлекаемся. Ни на судейские свиски, какие-то там спорные решения. Мы сосредотачиваемся на игре. Вот, может быть, поэтому он это, если кто-то, как опытный игрок, увидел, что кто-то пошел не в ту сторону, он, видимо, делает замечание, чтобы он вернулся в это русло, о котором мы договорились до игры. Так, то есть один игрок пихает другому, а Ричкович их успокаивает как третий. Ну, я такого что-то особо не… Может быть, у меня со слухом стало хуже. Ты поближе подкатился. Ну да. Вы просто повыше, снизу не слышно, наверное. Понятно, ладно. То есть все нормально? Нормально. Потом, это же надо, ну, футболисты, они же должны разговаривать с друг другом. Он видит изнутри, там, видит защитник, что, может быть, что-то подсказать нужно. Потом последние минуты увидели, что мы сделали замены, ряд таких, ну, замен, которые там где-то не по позиции. Поэтому нужно было ребят, которые, они хоть и получают задания, выходя на поле. У нас там есть набор стандартных положений, где они должны находиться в определенных позициях. Поэтому в этом плане я слышал подсказ, что нужно вернуться в свои там квадраты, которые они обязаны занимать. Ну, естественно, при стандартных определенных позициях. Пожалуй, все. Спасибо. Спасибо.